Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава Евангелия от Луки. Я читаю для библейского портала Экзегет свой неопубликованный пока перевод и даю небольшие комментарии. Ну вот, шестая глава – это проповедь, собственно, шестая глава Луки – это более-менее краткий конспект на горной проповеди у Матфея, а дальше будет больше действия, седьмой. Когда Иисус закончил наставлять народ, он отправился в Капернаум, напомню, что это большой город в Галилее. Там у одного центуриона, это сотня командир римского отряда, был тяжело больной слуга, которому он очень дорожил. Слуга был уже при смерти, и когда центурион услышал об Иисусе, то отправил к нему иудейских старейшин, чтобы они попросили его прийти и спасти того слугу. Те пришли к Иисусу и стали его настойчиво уговаривать. Этот человек заслуживает твоей помощи, он любит наш народ и даже построил нам синагогу. Смотрите, он, скорее всего, был одним из празелитов, то есть тех, кто, не будучи самым иудеем, тем не менее, вот вместе с иудеями как-то молился Богу, ну, может быть, не принимая формальный иудаизм, но даже строить синагогу из любви к народу, да, понятно, но и, может быть, просто для того, чтобы самому тоже в ней помолиться. Иисус отправился вместе с ними к нему домой, когда они уже подошли к нему, почти подошли к нему, его встретили друзья центуриона. Он их послал передать такие слова. Господин, не утруждая себя, я недостоин, чтобы ты входил под крышу моего дома. Я и сам не осмелился к тебе прийти, но скажи только слово, и мой слуга исцелится. Да, вот как Симон Петр говорит, выйдя от меня, я человек грешный, это тоже чувствует свое недостоинство. Мне самому начальство дает распоряжение, но и мне подчиняются воины. Я прикажу одному уйти, и тот уходит, прикажу другому явиться, и он и тот является. И что прикажу сделать рабу, тот делает. Ну, то есть, военная дисциплина в римской армии, это, конечно, прямо вот ее сильная сторона. А и центурион говорит, я понимаю, что такое иерархия, что такое отдача и исполнение приказов. Ты же можешь приказать, и все будет сделано. Полководец не должен каждому солдату подходить, ему показывать, куда бежать, там что копать и так далее. Так и ты не обязан приходить ко мне домой, отправь своих воинов. Вот военный человек прям понимает все очень прямолинейно, но абсолютно правильно. Иисус выслушал это с удивлением, обернулся и сказал толпе, которая шла следом за ним, говорю вам даже в израильском народе, я не нашел такой веры. То есть, смотрите, а может быть, вот эта вот простота, вот военный человек, он такой, ну, они разные, конечно, бывают, но нередко. Военный человек простой, но вместе с тем преданный. Вот он во что-то поверил, он идет за этим там и в бой, и на смерть. И в этом смысле он впереди мудрецов, которые долго рассуждают, и там колеблются, и всякие придумывают истории. А посланники Центуриона вернулись дома, обнаружили, что тот слуга выздоровел. Через некоторое время Иисус отправился в город под названием Наин, маленький городок, ничего о нем не известно. Вместе с ним шли его ученики и большая толпа. Когда они подошли к городским воротам, из них как раз выносили покойника. Единственного сына у матери, которая к тому же была вдовой. Ну, то есть, она совсем одна осталась, ни мужа, нет ни детей. А тогда же еще не было пенсии никаких, значит, в общем-то, все было плохо. Она должна была сейчас рассчитывать на чью-то милость, а сама по себе уже никак не могла прожить. Кроме нее, там было много людей из того города. Господь увидел ее и сжалился. Я здесь перевожу именно Господь, потому что Лука в первый раз так называет Иисуса сам. А Лука, повествую уже из времени после воскресения, безусловно, признает его Господом. «Увидел ее и сжалился, он сказал ей, не плачь». Такое абсолютно человеческое отношение, да? «А сам подошел и прикоснулся к погребальным носилкам. Те, кто их несли, остановились, но, наверное, в удивлении, что это происходит. А Иисус сказал, юноша, тебе говорю, встань». Мертвый ожил, сел и заговорил. Так Иисус вернул его матери. То есть, вот смотрите, так много говорят про материнскую любовь, тут материнская любовь мертвых воскрешает, пусть не сама по себе, но задолго до истории с Лазарем, да? Просто потому что вот идет Иисус, и все эти замечательные слова о добре, обо всем остальном. А что они значат для этой женщины? Для нее это пустой звук, на самом деле. И вот поэтому это чудо, которое как бы не запланировано, которое не очень нужно для цели проповеди или чего-то, а просто вот жизнь приходит к этим людям, и она побеждает смерть. Так Иисус вернул его матери. Всех охватил страх, люди прославляли Бога и стали говорить, явился среди нас великий пророк, Бог посетил свой народ. И такая молва о нем разошлась по всей Иудеи и ее окрестностям. Обо всем этом Иоанну рассказали его ученики, Иоанну Крестителю, конечно. Иоанн позвал двух своих учеников и отправил их к Господу, ну, здесь, поскольку уже начали так называть, то так и продолжим спросить, твоего ли прихода мы ожидали, или придет кто другой? Все двое пришли к Иисусу и сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе с вопросом, твоего ли прихода мы ожидали, или придет кто другой? Вот повтор, наверное, не случайен, а он показывает степень сомнений и колебаний, вот насколько они этим вопросом озадачены. Иисус как раз в это время избавил многих людей от болезней, недугов и злых духов, а многим слепым даровал зрение. Он сказал им в ответ, «Ступайте, сообщите Иоанну, что видели и слышали. К слепым возвращается зрение, к храмам способность ходить, к прокаженным чистота и глухим слух. Умершие воскресают, и нищим возвещается Евангелие. Благо тем, для кого мой приход не стал соблазном». Ну и что? Что, что нищие получают благую весть, а храмы и способность ходить, а слепые зрения. Но смотрите, вот о чем говорят пророки, многие причем пророки, о том, что именно это все становится свидетельством о приходе, приходе Мессии, и поэтому он не говорит «я, я Мессия». Он не говорит «ну что ж ты такой маловерный, что ж ты во мне усомнился?» Он говорит «судить надо по делам». Он же сам говорил, что доброе дерево не приносит гнилого плода, и наоборот. А когда посланцы от Иоанна ушли, Иисус стал говорить об Иоанне с народом. Тоже интересно, зачем о нем говорить-то? Ну а потому что Иоанн не просто какая-то фигура, которая нужна для крещения Иисуса, а потому что он тоже часть этой священной истории. «Вы приходили к нему в пустыню, что хотели вы посмотреть? Тростник, что колышется на ветру? Или что другое ходили посмотреть? Человек и в роскошном наряде. Блистательно наряжаются те, кто живет в роскоши в царских дворцах. Так что же вы ходили посмотреть? Пророка? Именно так говорю вам, и даже больше, чем пророка. Ну вот снова это противопоставление богатства, блеска, великолепия и полноты внутреннего, духовного содержания. Это ведь о нем написано. «Вот я посылаю впереди тебя ангела моего, чтобы он проложил перед тобою дорогу. Говорю вам, из всех, кто рожден женщиной, никто не стоит выше Иоанна Крестителя, но в Царстве Божьем даже самый последний выше него». То есть Царство Божие, оно неизмеримо выше этого мира в целом. «Весь народ, слушая его, включая сборщиков подать, прославил праведного Бога и принял крещение, которое совершал Иоанн». То есть это еще не крещение христианское, а вот то самое омовение, которое совершает Иоанн. Возможно, он уже в темнице не может его совершать дальше, но его ученики продолжают эту линию. И вот здесь как-то гармонизируется, да, еще раз подчеркивается гармония отношений между Иисусом и Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель не просто совершил обряд крещения и все, да, а вот их усилия совместны. Только фарисеи на такие законы отвергли Божью волю и не приняли крещение от него. Ну вот, интересно, опять эта тема таких богатых, влиятельных, знатных, сильных, умных, которые оказываются последними. С кем же мне сравнить людей этого рода, на кого они похожи? Похожи на детей, что сидят на площади. И вот они перекрикиваются между собой. Мы играли для вас на флейте, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не плакали. Интересное такое тоже высказывание. То есть дети ведут себя, конечно, глупо. Они ждут, что те, кто с ними играет, будут полностью соответствовать их воле. Грустно им, значит, и всем должно быть грустно. Весело, значит, им всем должно быть весело. Ну, какая-то такая капризная инфантильность. Пришел Иван Креститель, не ест хлеба и не пьет вина, и вы говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и вы говорите, да это обжор и пьяница, дружит со сборщиками подати и грешниками. Ну, то есть у вас тоже такие стандарты, как у этих детей капризных, да, и вы все время их навязываете. Но оправдание премудрости в ее детях. Здесь можно, кстати, по-другому перевести. И такую премудрость отправдывают ее дети. В первом случае, как здесь у меня стоят тексты, оправдание премудрости в ее детях, премудрость Божья и ее дети, те, кто проповедуют ее, те, кто являют ее, и сам Иисус в первую очередь. И эта премудрость действительно оправдана. А если говорить, вот в смысле, и вот такую-то премудрость оправдывают ее дети, ну, вот это считают премудростью и говорят, что так и хорошо. Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Тот к нему пришел и расположился за столом. А дальше интересно. Лука сюда относит сцену, которая у других евангелистов относится к погребению. И перед погребением готовят женщины незадолго до входа в Иерусалим. Но Лука никак не связывает с грядущей смертью Иисуса эту историю. Ну, он такой светлый и радостный. Да, вот он находит такие более оптимистичные, что ли, сценарии. И вот одна женщина из этого города, грешница, узнала, что она обедает в доме того фарисея. Она пришла туда с алебастровым сосудом. Алебастровый сосуд – это ценный такой каменный материал, карбонат кальция. Минерал, лучше сказать, не камень. Наполненный благовонным маслом мира по старым переводам. Понятно, что это какой-то очень дорогой парфюмерный состав. Она встала позади него со стороны ног, а тогда не сидели за столом, а возлежали. То есть, опершись на локоть, вот так за столом, на том конце, конечно, ноги. И заплакала, обливала его ноги слезами, вытирала их собственными волосами, целовала ему ноги и натирала благовонным маслом. Фарисей, увидев это, подумал так. Если бы он был пророк, то знал бы, что это за женщина притрагивается к нему. Она же грешница. Ну да, то есть, есть люди достойные и недостойные. А Иисус ему на это сказал. Симон, мне есть, что тебе сказать. Интересно, отдельно приглашают к разговору. То есть, он не говорит там, помните, Симону Петру тоже, тезка Симона, он говорит, отплыви, он дает прямо указания. Этот не готов и слушать указания, поэтому Иисус с ним разговаривает, как бы интеллектуальную беседу такую ведет, да? Учитель, говоря, отозвался тот. Одному кредитору задолжали двое человек. Первый 500 динариев, а второй 50. Динария – это монета основная, то есть, понятно, разница в 10 раз долгий. Обоим было нечем расплатиться, так что он простил им долг. А кто же из них проявит кредитору большую любовь? Симон ответил, полагаю, тот, кому он больше простил. Ты верно рассудил, сказал Иисус Симону и добавил, показав на женщину. Я пришел к тебе домой, но ты не дал мне воды, чтобы помыть ноги. Обычай того времени, после входа в дом, обычно рабы мыли ноги гостям. Ну, потому что ходили в открытых сандалиях. Ноги, конечно, не очень были чистые после такой дороги. А тут люди садятся за стол, снимают сандалии, кому же приятно чужие грязные пятки созерцать. Она облила мне ноги слезами и вытерла собственными волосами. Ты не приветствовал меня поцелуем, а она непрестанно целовала мне ноги. Ты не помазал мне головы простым оливковым маслом, тоже обычай такой, косметический. Да, сегодня там бальзамы всякие, тогда просто оливковое масло. Она помазала ноги благовонным. И за это, говорю тебе, прощены великие грехи. Ведь она проявила великую любовь. А кому мало прощено, тот и любит мало. Интересно, богослову следующих веков будет очень много спорить. Что первично, любовь Бога к людям или любовь людей к Богу? Вот Бог любит тех, кто любит Его, или люди любят Бога за то, что Он любит их? А здесь одновременно. Вот смотрите, только что он спрашивал этого Симона, кто будет больше любить? Тот, к тому мало простили, или кому много? Да, очевидный ответ в ответ на большое прощение, большая любовь. А с другой стороны, ей много прощено, потому что она любит много. Первично и то, и другое. Движение встречное, одновременное. Спор о том, что первично, бессмыслен. А женщине Иисус сказал, твои грехи прощены. То есть опять, как и в случае с исцелением в субботу, Он говорит вот прямо в лоб самое скандальное. Он мог сказать ей спасибо большое, или там о том, что ты сделала, не забудут, и будут об этом рассказывать. Это, кстати, будет в другом Евангелии. Но твои грехи и причины. То есть прямо вот в лоб это говорится. И вот конфронтация нарастает с его стороны тоже. Не только фарисеи его пытаются подловить, но он сам дает им поводы для этой конфронтации. Очевидно, потому что это крайне важно, вот поменять это богословие каких-то мелочных правил, каких-то запретов на то, на все, на пятое и десятое, на богословие деятельной любви. И он это старается сделать. Те, кто был с ним на перу, стали рассуждать. Да кто же он такой, чтобы прощать грехи? Опять, как в случае с исцелением. Иисус еще раз сказал женщине, вера твоя тебя спасла, ступай с миром. Вот второе утверждение, казалось бы, твои грехи причины. Понятно, что ты с Богом теперь в мире, и ты в каком-то смысле спасена. Но он подчеркивает вера, не поступок. Потом Павел из этого будет развивать целое богословие, что человек спасается верой. Поступок есть проявление веры, безусловно. Но спасительна именно вера, то, что она принимает Иисус, а не то, что она там купила масло за такую-то сумму, а если бы в два раза меньше, то нет, бы не спасла еще пороговое значение, пошлина на вход в царствие. Но в любом случае здесь, конечно, говорится прежде всего о том, что вот это движение Бога и человека навстречу друг другу, оно взаимно. И очень трудно выстроить богословскую схему, которая будет состоять как алгоритм. Шаг первый со стороны Бога, шаг второй со стороны человека. Богословы будут пытаться это делать, построить разные схемы. А здесь любят тот, кому прощают, а прощают тому, кто любит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok